Не давайте деньги детям! Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-Банка, а дальше они сами! Зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Ребят, ну что, нас можете поздравить. У нас начался учебный год, сегодня первый день школы. Дома тишина, даже непривычно, никого нет. Старшим к 9, у Каролины нормально, в 8-15. Максу сегодня было в 10-15, потому что приходит сначала первый класс. Первоклассники приходят с родителями, потом уже приходит второй класс. Каролина учится в новом классе, с новыми учениками, то есть она пришла в третий класс и плюс еще учится с четвертым. Сегодня даже чуть не проспали. Я почему-то думала, что ей точно так же, как и Маргарите с Ксюшей, к 9 часам первый день, но нет. Оказывается, у нее сегодня обычное расписание, ей нужно было в 8-15. Я просто, у меня будильник был на 8 часов, тут звонок в дверь, приходит ее подружка за ней, думаю, как, почему, ей же вроде к 9. Оказывается, в общем, она соскакивает, быстренько собирается, одевается, у нее все уже готово, собрано, я ей только подготовила ланчбокс, водичку и все. Она одела, зубки почистила и побежала. Хорошо, школа рядом, тут 2-3 минуты, и ты возле школы уже. Поэтому так чуть не опоздала в свой первый день. Обещала я показать, что мы покупали в школе. Чего ты кричишь? Чего? Тебе скучно? Да, Кисюнь, тебе скучно, Филипп? Бонька спит, не играет с тобой. Школьные принадлежности. В общем, сегодня дети придут со школы, я вам покажу, особо ничего такого мы не покупали. В основном Макси и Каролине, потому что Маргарите, ну что ты, вот ходит, об камеру обтирается. Маргарите с Ксюшей особо ничего не нужно было, там простые карандаши, ручки и все, там замазка и линейки. А циркуль я еще у Маргоши покупала, у нее сломался. Все, им ничего не нужно. Чем они старше, тем меньше им нужно всего покупать. Вот, единственное, пеналы у них есть, пеналы они хотели, но, может быть, чуть позже поедут, купят, какие они хотят. Мне нужно будет приготовить обед, помыть кухню. Машинку я уже разобрала, сейчас я быстренько это все засуну. У нас такая жара, вчера дети купались, хорошо, что мы бассейн убрали. И дают 33, о, белье надо снять, 33-32 градуса еще. Поэтому еще купаться и купаться будем. Фильтры я включила, чтобы немножко водичка покинялась. Вот так. Бельишка я сейчас сниму, она у меня со вчерашнего дня, уже давным-давно высохла. Пальмочки так хорошо тут разрослись, прям очень быстро вылечились, а то прям такие у них сухие были листья. И что интересно, я вот обрезала эту пальму, обрезала все ветки, потому что они уже стали гнить. И знаете, что пошло, вот что пошло, отросточек начал расти с самого низа. Очень интересно, я думала, что где-то здесь сверху начнет новый расти, но нет, он прям вылез, вон какой уже большой. И еще один там есть маленький, еще там вот этот вот маленький есть. В общем, что могу сказать про вот эту вот машинку, которая делает мороженое, в принципе, мне нравится. Единственное, что мне нравится, что нужно 24 часа замораживать этот контейнер. Вот, а так, в принципе, мороженое получается вкусное, особенно нам понравилось ванильное. Делали, пробовали делать с клубники, но с клубники что-то не то, не очень. А вот именно ванильное мороженое вообще прям супер. То есть, обязательно нужно помещать в такой зип-пакет, пришлось его разрезать, потому что такого большого у нас не продают. Но я, получается, в два пакетика, чтобы внутри не покрывалось льдом, чтобы контейнер был чистый. И вот так вот я сейчас уберу в морозилку. Все. Теперь остается ждать. Я начала вязать новую зверюшку. Не знаю, то ли это будет зайчик, то ли это будет кошечка, то ли бегемотик, в общем, я не знаю. У них, в принципе, тело похожее. Когда доберусь до головы, там уже решу, кто будет. Вот. И Маргоша увлеклась вышивкой, крестиком. Такую вот картину, такую картину ей бабуля подарила. Вот. Она такая довольно-таки большая. Сейчас покажу. Она уже третий день вышивает, прям не может остановиться. Ее так завлекло, это вышивание крестиком. Вот, видите, тут она уже вышила. Такая вот веточка и с птичками. Такая вот большая. Не знаю, где потом рамку найти. Такую, чтобы ее в рамочку и на стену. В общем, занялась вышивкой. Я тебя потеряла, думаю, где моя Бонечка? Ты спала? Ты спала? Красавица. Вот она Бонечка. Бонечка моя. Я ее подстригла недавно. Сейчас она уже обрастает, начинает все подстригывать. И хвост, и попу, и животик. Вон она какая. Такая была волосатая. Да? Угу. Видите, какая теперь. Ты сприженная? Где киса? Ну-ка ищи Филю. Иди, Филька. Смотрите, какую штуку сделала Ксюша для Каролины. Вот такой вот котик. И на него можно применять разную одежду. Со скотчем все. Вот так вот на него приклеиваешь. И можно менять одежду. Тут маски для лица даже есть. Чего только нет. Тут ободочки, шляпки. Маска для сна. Вот такая вот шапочка даже. Раньше у меня были такие куклы, но у нас они не на скотч приклеивались, а такие там на плечики загибались кусочки бумаги. А сейчас, видите, мы не додумались, что оказывается можно скотчем обклеивать, а потом одежду просто так раз. Приклеила, сняла, и она держится лучше. Еще вот такие вот. Вот, если я не ошибаюсь, это Тока Вока, девочка с игры. Тут уже ламинированная все. Тут не скотч, а ламинированная. И вот так вот будет она примерять одежду к ней. В общем, так вот. Это Ксюша сама рисовала, вырезала ей, клеила, все делала сама. Даже вот есть бургер. Не бургер, а этот хот-дог для кошечки. Вот так вот. Прикольно. Вот этот костюм классный. Целый гардероб для кошечки. Первый пришел. Как дела? Ты что бежала? Все сложно. Очень сложно. Прям в первый день все очень сложно. Надо, мне надо было немножко мал делать. Умножение? А, ну так это легко. Да. Ань, мал, ань, это будет один. Да. Ну ничего, научишь. Ну тоже мы делали с вами маленький фейер. Выучишь таблицу умножения, ничего страшного. Все прям сложно у него. Ничего сложного нет. Девки, приехали. Привет. Привет. Как дела? Жарко? Самый последний. Уходит самая последняя, приходит самая последняя. Бонни флук, место. Как дела, Каролина не опоздала? Нормально, успела? Не было английского? Я же говорила, что первый день никогда не было. Окей. И что вы делали? Просто вещь. Была кепочку тебе? Я тоже была. Я с ней домой. Мама только из один реал класс. Один? Да. Новенький? Да. Все остальные из Сэк и Бетс? Да. К вам новенькие пришли какие-нибудь? Да, только одна. Другой не пришел, поменял класс. Я больше не хотела к нам. Не хотела к нам. Окей. А к вам новенькие пришли? Сколько? Один? С Бетс или с Риал? Ты прям красная? Почему шапку? Эту кепку не надеваешь, Маргарита? Красное лицо. Вот, сейчас покажу. Пеналы. Вот такой Пенал Максу заказала. Видите, какой он большой. Как папка прям. Здесь замок есть, кармашек один. Это у Каролины такая расцветка с ламой. Тут тоже с одной стороны замок, а с другой стороны просто дополнительный кармашек. Должна тут положить. Вот, и отделение здесь тоже одно. Одно отделение. С этой стороны карандаши цветные. Все удобненько помещается. Тут кармашки, все на резиночках. Линеечка. Тут простые карандаши, ручка, ножнички. Тут у меня стикеры. Еще один кармашек такой. Вот, очень вместительный. Один раз открыла, все. Здесь у нее фломастеры. Клей. Постоянно у нее клей где-то валялся, да? Везде у нее и ластики валялись. Где попало немножко, я не рассчитала по точилке. Точилку большую взяли. Может, в следующий раз немножко поменьше возьмем. Ну, в принципе, она помещается, да. Вот такой вот ластик закрывается, опс, открывается. Так вот он прячется. Раз, и все. Тоже сюда помещается он спокойно. Тут два кармашка. Точилка. Вот. В принципе, и все. Больше ей ничего и не нужно. Вот. Смотрите, тут это вот тоже у нее ластик такой. Топ-модуль. Вот так вот он нажимается, и он начинает отсюда вылазить. Заканчивается, она потом нажимает, и он... Ластик появляется. Так. Тут у нее обязательно им нужен маркер. То есть не маркер, а этот... Как его называют? Текстовый делитель. Вот, видите? И тут еще даже место. Можно еще что-нибудь сюда воткнуть. Вот так вот. Такой вот пенал. Папа, закрыл. Вот тут ручка еще сбоку. Куда-нибудь с ним пойти, в другой класс или еще что-то надо закрывать. Что это? А-а-а. Одной рукой не надо. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами. Зарабатывают настоящие деньги в играх, и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Понравилась такая вот цветочка, мягкая, прикольная. Приятная цвета. Птичка. Тут лисички, енотики, по-моему, волчонок. Точно такой же. Тут у него тоже карандашики, простой карандаш. Это тоже тут ластик выдвигается с динозавром. Так. Клей у него здесь. Тоже текстовый делитель, линейки. Это паучок, ластик. Такая вот. Мне кажется. Тоже все помещается. Ну, я так думаю, им на один год пенала хватит. Может быть, даже и на второй год, если они другую не захотят. Вот. Это в школе подарили, да? Нет. Тебе не подарили? Максу подарили такой вот ластик. Вот такой вот у него ластик еще акула. Прям очень много ластиков. У него тоже в кармашек все помещается. Нет, он потерял, Бэйби, как сказал. И точилка. Такая же, как у Каролины. Наверное, что-то удобно было. А это просто паук. Пугатик, наверное, кому-то будет. Все. Тоже, видите, все компактно. О, не ручка, карандаш. Тоже с акулой. Линейка тоже с акулой. Все. Теперь они мне не дали, чтобы пропали папиры. Что они дали? Мне не дали папиры. Ну, значит, потом даст. Надо купить. Папку? Да. Надо купить. Мне не дали. Желтую? Нет. А какую? Все. Просто такая папка. Вот такая? Такую папку? Зачем тебе такую папку? У всех есть много так. Чтобы домашку приносить? Да. Окей. Хорошо, ладно. Не сказать. Хорошо, купим папку тебе. Для твоей домашки, да? А другим тоже дали? Ага. Их есть класс. Ну, все. Просто так вам для разминки дали вот такое задание. Просто для разминки, Каролина. Это что такое? Ух ты. Каролина. Нет. И мы будем. Макс купается. Скучно ему одному. Каролина к подружке ушла. Я тут ковер постирала. Бонька его пометила. А теперь не знаю, как вот он высохнет. Вон такой, ворс у него густой. У нас жару передают. Еще на неделе две точно пусть. Две недели сохнет. Прям вот ворс. Я уже, насколько смогла, воду выжила из него. Что, кидать тебе? Шарики его набрали. Надеюсь, высохнет ковер. Макс, ты говоришь, что ты не хочешь только. Макс, ты говоришь, что ты не хочешь только. Я ему скажу, что ты не хочешь и не хочешь. Давай, тихо еще. У меня волосы я мыла. Да ладно, ничего страшного. Я не хочу, чтобы ты опять смелилась. Смотри, как классно. Он уграет же. Как ему нормально купаться? Он же ребенок. Они не лопаются. Змея. Он сейчас в бассейне змея плавает. Так, если посмотреть, она когда... Чуть не улетел. Так, если посмотреть, да, вот так вот сверху в воду. Как будто настоящая змея. Банан тебе дать? Нет? Ой, что? Я пойду подальше. Повяжу, посижу, посижу, повяжу. Уже голову начинаю вязать. Мама! А? Я сломал. Хорошо. Вот этой штукой чистила ковер. Таким сильным напором вода бьет. Без мыла, без ничего. Просто так. Сильным напором воды вымыла это желтое пятно, которое она там сделала. Он такой мокренький. Лопа из шарики, что ли? Снимаю второй день видео. Вчера влог не доснимала. Поехали мы в спортзал. Приехали. Было уже поздно. Пока дождик, что ли, пошел. Точно. Тучки прилетели. Пока детей спать уложили, туда-сюда. В общем, влог я не доснимала. Вчера снимаю, сегодня второй день. Пошел дождик. Девчонки уехали. Сегодня у них в обед школа. Маргарита до пяти, у Ксюши до трех. Ковер надо убрать. Бунь, ты давай за мной, не иди, ты уже сегодня гуляла. Ковер нужно убрать, а то пошел дождик. Вообще-то сегодня его не передавали, поэтому я такая спокойная. Думаю, ладно, пусть он сушится. Коврик мой. Вот он тут лежит. Он, кстати, высох. Или его уже дождь намочил. Ё-моё. Чуть-чуть покатал, и уже все. Сегодня опять в спортзал идем. Вообще, мы ходим каждый день. Субботу, воскресенье иногда пропускаем, но в будние дни у нас стабильно полтора часа мы находимся в спортзале. Я же совсем забыла, что перед тем, как делать мороженое, уже прошло 24 часа, как я вчера говорила, даже больше. За 4 часа до того, как делать мороженое, нужно все ингредиенты смешать, взбить миксером и 4 часа ждать. Я совсем забыла. Совсем забыла, поэтому я сейчас буду это все смешивать, взбивать и еще 4 часа ждать. В общем, мороженое будем есть только вечером. Нужно достать чашечки разные. Желток со сливками, сахарная пудра, желток, сливки, молоко и вроде бы все. А, еще и ваниль, порошочек ванильный. Все, тут нужно, я делаю все в 2 раза больше, на 2 порции, мне не хватать будет одного желтка. В общем, добавлю 3 желтка, я думаю, особо не изменится, ничего, мороженое получится. Не получилось. Намешала я эту всю массу, сливки взбила, смешала с молоком, с яйцами и, в общем, так вот пленочкой накрываем и убираем в холодильник на 3-4 часа. Уже попросила обвернуть книжку, пока только одну книжку дали в математике. Такими книжечками они занимаются. Вот это получается 8-й класс. Давай, Макс решает, я вот на тематику. У меня сейчас умножение проходит. упакована. У нее тут еще остался кусочек, еще одну книжку. Как раз хватит. Готово? Там у тебя еще на одну книжку осталось. Сколько у тебя книг будет всего? Еще одна. Еще одна будет? А что так мало? Еще две. Еще две? Окей. Все, включаем нашу машинку. Так, все, все. Я так кратко, все. 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 И оно начнёт загустевать и потом увеличиваться в объеме. И оно будет потом пронос до самой крышки. И всё. Буду её уже выключать, потому что мороженое загустело. Я хочу его немножко сургать в морозилку. Видите, оно сюда прилипло. Примерно литр. Готово. В стенке оно сильно замораживается. Нужно немножко подождать. И дно тоже сильно заморозилось. Я всё никак не могу определиться, кто это у меня будет. Котик или зайчик. Инопланетянин какой-то. Не знаю. В общем, я довязываю голову. Глазки будут вот так вот близко. Пишите. Давайте проголосуем, кто это будет. Котик или зайчик. Какие мушки связать. Кошачьи или зайчи. Вот так вот. Сейчас довяжу. И нужно будет связать две лапки и всё, ушки. Давайте голосуем. Котик или зайчик. Кися. Кися. Вот он котик, который к нам приходит. Мама, дай покушать. Котик. А где еда его? У него нет. Филькина еда там на кухне. Он сначала боялся нас. Не так же. Потом мы его прикормили. И он теперь каждый день приходит. Третий день подряд уже. Кисюнчик. Малыш. Ты чей? Ты не чей, похоже. Он и не кастрированный. Значит, не чей, уличный. Обычно тут нет кошек. Но, видимо, он с какой-то... С фермы или, я не знаю. На ферме, наверное, где-то живёт. Ну и с таким кормом дорогим прикормили его. Конечно, он теперь каждый день приходит. Раньше он не так приходил. Раньше не так приходил. Не каждый день. Через два, через три. А теперь каждый день, конечно. Такой вкусняшкой. Вот здесь и затеяли глобальную перестановку на ночь глядя. Спать уже через 30 минут. А вы убираете здесь ещё. В общем, решили отделить их кроватки. Вот этой вот полочкой. Это не важно, да? Наверное, не знаю. Это в стирку. Это сушить, а не в стирку. Ты в них купался. Давайте, 30 минут осталось. Но там ещё ничего не убрано. На столе. Во. Опять у тебя там куча игрушек будет лежать? Угу. Давайте. Подожди. Убираем, убираем. Ну что? В итоге я связала зайку. Следующего, наверное, буду вязать котика. Почему такой зайка у меня получился? Ещё нужно довязать хвостик. Вот. Вот такой вот милый зайка. Здесь у меня накрываю тряпочкой, чтобы пыль на них не садилась. Игрушки. Всё, закончили. Ты наоборот его, ты места себе мало оставляешь, Макс. Поэтому ты с кровати падаешь. Ему уже ставлю подушки и книжки. Вот эта вот штука, она слишком низкая. Матрас высокий. И она вот прям на уровне матраса. Она всё равно падает. Очень душно, я не могу. Как у нас жарко. Две комнаты. У нас даже наш кондиционер вот этот вот, он обычно очень хорошо охлаждает. Но сейчас не хватает сил у него охладить наши комнаты. А теперь есть две комнаты. Теперь здесь есть две. Как Ксюша раньше с Маргаритой, помнишь? Угу. Между ними стоял шкаф, а у вас между вами стоит полка. Всё. У каждого своё пространство. Смотрите, как у меня уже тут разрослись авокадики. Я их рассоединила. Они у меня вместе сначала были. Корешки прям очень сильно пошли. Вон какие. Я не хочу их сажать в землю. Я видела где-то в интернете, что их просто выращивают вот так вот в водичке. Но хочу купить более красивые такие бутылочки. Вытянутые. И потом, значит, вот эти веточки берут, как-то загибают, чтобы они не просто вверх росли, а как-то красиво, в общем, обвивались. Хочу попробовать так. Я в землю сажать не буду. Ребятки, на сегодня буду заканчивать. Влог буду монтировать сейчас, чтобы завтра пораньше его выложить. И всё. На сегодня всё. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok